всем привет мои хорошие с вами светлана и мы начинаем с вами тестировать средства биоси из прошлого заказа итак поехали первым у нас будет средство для купания младенцев всю информацию его в предыдущем видео показывала написано небольшое количество добавить в теплую воду вот у меня ванна в процессе набора вот небольшое количество так какая она но слегка желтоватый ну вот так я думаю достаточно мы набираем потому что где-то пол ванны купаемся вот в этой горчике набираем где-то пол ванны средства добавила будем купаться и и потом расскажу возникли ли какие-то реакции или нет лица кстати пеницы пены достаточно много видите здесь нет пены здесь есть и на прям много ну что мои хорошие по поводу детского средства актена ну как бы все нормально помылись ничего особенного обычное средство сказать что там она как-то покраснение снимает но кожу немножко может быть успокаивает потому что все равно перед купанием когда мы снимаем подгузник от некоторых местах все равно покраснение ребенка бывает у любого в принципе но да где резиночка может быть была туга или еще что-то ну да и слегка успокаивает может быть кожу но больше ничего особенного сейчас читала ваши комментарии пока костюшку спать укладывала и вот девочка написала что с такими составами там даже аллергены какие-то но она нашла я не разбираюсь поэтому я вас попросила в предыдущем видео чтобы кто понимает по составам подсказал да что там очень сильные аллергены на их три перечислила кому интересно я этот комментарий закрепила видео про заказ то есть он первый всегда будет вот она там объяснила что почему и почему и что мне правда на высокие цены за за продукцию с такими составами поэтому детское средство вот как бы обычно мне гораздо больше нравится фаберлик однозначно его я больше не скажу мы его допользуем но его больше не скажу дальше что касается парфюмерии да вот я вам говорила что один какой-то аромат похож на парфюм с подвеской фаберлик мелисар очень похож очень-очень похож все остальные это что-то новое на коже я их ощущала часа четыре все потом пропадают в ноль в ноль это четыре часа я как бы принюхивалась чтобы ощущать их смотреть как они раскрываются да они немножко раскрываются немножко меняются есть небольшой такой шлейф они вроде интересные и наверняка у них найдутся поклонники у этих ароматов но это не мое все эти четыре аромата вот пробники которых у меня были вообще не мои я возможно будущем еще другие пробники скажу посмотрим но эти четыре нет ни один из них я заказывать точно не буду а вот этот освежитель 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 это действительно бомба представьте я его распылила на кожу у меня почему-то сейчас красная и думала сколько он будет на коже ощущаться так вот он ощущается до сих пор он ощущается до сих пор парфюма нет а вот этот освежитель на коже ощущается до сих пор я однозначно буду распылить его себе надежду потому что он круче этих пробников однозначно интереснее это у нас с вами девчонки чувственное наслаждение 8006 вот она баночка вот он интересный он действительно интересный он мне что-то напоминает какой-то парфюм какой-то классный парфюм не могу понять какой он знаете такую не секс то есть не женский не мужского вот что такое средненькое и он до сих пор на сгибе локтя локтя и чувствую вот этот аромат вот такой вот лосьон для тела бы или справедливо тела я не знаю насколько безопасно вот это вот все на тело распылять я вам состава в предыдущем видео все показывала да но вот он кайфовый вообще так что мы будем делать с вами сейчас сейчас такой день сложно это бессе нервы потрепал все наши поздно все почти спят мы сейчас будем с вами одевать наш любимый бантик и тестировать пенку и лосьон хочу потестировать пенку на момент снятия макияжа поэтому будем пробовать у меня его сегодня на лице много написано что здесь 99 ничурс она у нас с вами 30 плюс разработана специально для возрастной кожи то есть борется еще с возрастными изменениями ближе к сути сейчас слегка смочу лицо у нас с вами на при многое давалось один раз на приличненько кипший как на все лицо запах конечно так себе сейчас буду с глаз тоже снимать макияж вы увидите а я как всегда нет пока лицо помассируем но по ощущениям она даже голос сегодня заснималась по ощущение мягенькая хорошая пенка войны участник приятным запахом запахом какой-то мази из советского союза а девочка одного не еще она из франции мне ваши комментарии сегодня порадовали прям она из франции она говорит я 15 лет живу уже во франции и вы даже не слышали вообще а такой фирмы бесси впервые услышали вот поэтому вот французская косметика палец защипал не не предвзято отношусь вы знаете меня я отношусь объективность нормально значит нормально но это опять мы сопоставляем это нормально нормально с целью так все поехали глаз их было не было как там картина но вроде под руками тушь чувствую растворяется вроде ключевое слово хочется добавить еще пенки на куда-то уходит так вот так девчонки я пошла смываться учусь я весь макияж смылся даже еще не вытерлась думал сейчас добавлять придется весь макияж смылся с ума сойти прям чудеса не каждая пенка такой слой макияж у меня сюда много всего несколько слоев туши так смотрим кожа мягкая очищает хорошо тоже у нас состав конечно может хороший экстракт какие-то вначале артикул я вам сказала 11 19 этот пенка 30 плюс очищена кожа хорошо поры прям чистые у меня на лице сегодня кушу он был много бронзером много румян прям чистая но эти чистые практически до скрипы я бы сказала и есть такой момент что суховато у меня сейчас состояние кожи нормальная нет сухости нет жирного блеска то есть она у меня из комбинированной жирной стала вот нормальной почему-то но видимо правильным уходом может быть вот иногда бывает сухости от некоторых средств раньше такую нет вот сейчас она сухая прям сухая матовая то есть сухая матовая кожа для жирной кожи мне кажется вот это вот пенка хорошо подойдет сухая матовая кожа и прям чистая чистая и гладенькая вы знаете гладенько хорошее ощущение действительно хороший нет каждой пенки у меня такое далеко он очень хорошее ощущение то есть нет такой сухости прям сухости но легкая стянутость все-таки есть легкая стянутость и хочется конечно что-то вот уже сверху нанести но чистая пора все прям чистые здорово слушайте понравилось смотрите как быстро я практически не терла глаза вы знаете их люблю тереть как вы мне не отговаривали я люблю вот я их не сильно терла и все смылась стрелка у меня была подводка вообще все смылось очень быстро классно дальше мы с вами будем тестировать на лосьончик заодно проверим как очищена кожа лосьончик у нас с вами вот такой артикул 201 211 лосьон у нас с вами тонизирующая идеально очищает кожу подготавливает ее к основному уходу экстракт ацирола освежает тонизирует кожа становится заметно светлее вот с вами с осветляющим каким-то эффектом тоже запах то я помню менясь прозрачненький на ватном диске абсолютно пенка даже лучше пахнет очищаем знаете чем-то протухшим пахнет про горклым про горклым тоником каким-то пахнет хотя до мая 23 еще много полтора года вода на втором месте лавандула чего-то там на третьем цветочная вода на четвертом глицерин и на пятом бензил алкоголь как я не люблю вот эти вот тоники после и он с алкоголем бедная наша кожа так что диск чистый то есть пенка кожу очистила хорошо или тоник на сами не очищающий запах вообще вот как все-таки важен запах как важно отдушка такая гадость протонизировали не знаю как он будет осветлять но по крайней мере я не облезла на том спасибо кожу не щипет дискомфорт от обоих средств нет никакого декольте сейчас протрёмся что там еще составит интересного фруктовые экстракты алкоголь всякого полного содиум бензоат и внизу пометочка органик то есть получается у нас с вами органическая косметика сегодня тоже кто-то писал органическая косметика чем отличается от натуральной вот девочки пометочка под составом органик органик бывает с таким сроком годности девочка это тоже написала что вроде сейчас придумали консерванты которые продляют срок годности органической косметики я не знаю но не настолько же что еще еще почти год и восемь осталось а дата изготовления один господь наверное знает ее потому что на флаконе ее нет случай попадания глаза промойте чистой водой и открытая органика у нас получается может 6 месяцев стоять после вскрытия добывали такой девчонки по тонику ничего не могу сказать по лосьону сказать что он какой-то сильно очищающий но по крайней мере вы знаете пока он убрал вот эту вот сухость от пенки то есть он не так и сушает кожу несмотря на какой но я чувствую какую-то пленку на лице все думаю что то не то что то не то пленку к как будто пленку после него на лице серьезно есть а вот липкость когда он высыхает появляется липкость на лице нити и как пленка строго мне такое средство на лице на ночь оставлять да вот есть липкость однозначно вот этот очищающий тоник на лето не подойдет это сто процентов не знаю буду тестировать как написано вот сейчас чем больше он высыхает тем больше липкости разве лосьон и тоники могут вызывать липкость сыворотки да я первый раз таким встречаюсь на самом деле а так мне больше нравилось состояние моей кожи после пенки пусть даже подсушена она была сейчас она вроде как чуть-чуть под увлажнилась не такая сухая да видно даже такой лоск появился вот эта вот липкость жуткая не знаю не знаю как охарактеризовать и я привыкла немножко другим тоником лосьоном они липкость не вызывают ощущение что у тебя что-то на лице но потихоньку пропадает липкость увеличивается смотрите ощущение что тебя что-то на лице вроде пропадает но уж очень липко вот здесь декольте все все сейчас буду липнуть к постельному белью вообще мрак какой-то не проходит вообще не проходит не знаю давайте сверху нанесем сыворотку обычно какую я наношу на ночь изменится ситуация или нет некомфортный очень некомфортный тоник я не знаю высветляет он там что-то или не высветляет но в использовании он очень некомфортный у меня даже сыворотка такая густая тихучие то на липкости не вызывает конечно да очень интересный эффект девчонки знаете что хочу еще давайте с вами вкладке сообщества через недельку где-нибудь организуем пост и уже может быть ваши заказы некоторые подъедут сообщение писали всех абсолютно разные заказы кто-то заказал гель для души кто-то лосьончики для тела кто-то крема заказывал кто-то еще что-то давайте делиться мнениями потому что всем хочется узнать отзывы да мне в том числе вообще что стоит еще заказывает что нет и я прям выложу пост во вкладке сообщества вот заходите на youtube канал кто не знает а там главное видео и сообщество следующая вкладка вверху написано вот туда когда захочешь там я посты пишу иногда я знаю просто не все девочки об этом знают и давайте там напишу прям пост под которым мы назовем его как под которым мы будем делиться липкость никуда не делась после сыворотки же это утром будет липкая что господи доктор кор сейчас еще нанесу после сыворотки вот и мы с вами там будем делиться мнениями у кого заказа еще не подъехали как подъедут под этим постом тоже пишите отзывы что у вас подъехала и какое у вас сложилось впечатление после тестирования мне кажется это будет всем полезно всем интересно почитать потому что я смотрю вот кто у меня в комментарии все-таки пишут что пользовался ранее продукции биосе толпра сразу куча вопросов возникают у многих в ответ пишут расскажите что вам понравилось что нет поэтому мне кажется такой пост будет интересный мы с вами за чешную вот так давайте ими делиться странно во всем девочки я это уж точно больше не возьму вот пенка неплохая серьезно неплохая возьму не возьму подумаю дальше я в обзоре каталога потом я эти средства потестирую все которые у меня были в заказе ну хотя бы дней 5-6 и потом сниму обзор каталога тогда биосе кто еще не делал заказы и там уже подробно в обзоре каталога биосе расскажу к по каждому из этих средств отзыв подробный парфюм еще поношу мало ли кто-то кто-то мало ли кто-то из них раскроется так все липкость осталось после крема но уже поменьше не лосьон вообще чудной от слова чудо не этот слова чудной не понравился абсолютно не знаю буду дальше смотреть пробовать вообще не понравился ложится какой-то пленка на кожа липкость так как дико так все завтра на сами шампунь и кондиционер кому тестировать и средства для стирки пока спокойно чем для вас придет одна секунда для меня целую ночь доброе утро за ночь с кожей ничего не случилось как бы все нормально после пенки и сыворотки липкости на утро уже никакой не сыворотки лосьона сейчас будем с вами тестировать запущу стирку с вот этим средством для стирки она у с кондиционером как заявлен артикул 8008 здесь у нас при ручной стирке одну вторую колпачка на 70 литров для машинной стирки 2 колпачка на 5 7 килограмм белья у меня будет килограмма два три белья я добавлю один колпачок цветной белью буду стирать но мне хочется какое-то пятно предварительно посадить чтобы вообще понятен что это одежда беспятина стирает или нет и знаете что хочу взять я хочу взять и там маску фаберлик вот эту бланду кон и хотя бы замарать что-то немножко она фиолетовая у нас взяла футболку ой старая ксюшина сейчас мы хотя бы с вами хоть какое-то пятнышко посадим чтобы понимать стоит он того ну в любом случае мне кажется не стоит даже 500 рублей это иди уже круто вот так прям ватру 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 прям втерла хорошо это пятно сюда мы с вами запомнили на футболке вот она так и сейчас буду мыть кожу головы и волосы шампунь божий аромат шампунь артикул 202 65 для сухих волос вот у нас получается клад обалденно вроде неплохие писали девчонки по отзывам кстати сейчас кто-то в комментариях опять сидела читала стран пока ксюшу школу провожала там девочка написала что генеральный директор биосед и бывший финансовый директор фаберлик да теперь немножко все встает на свои места так ароматный шампунь для сухих и поврежденных волос на основе комплекс экстрактов пшеничного солда липа органического алоэ вера деликатно очищает ухаживает за волосами придаваем мягкость и естественный блеск ультрамягкая формула с маслами фондука миндаля же жабан восстанавливает баланс влаги защищает укрепляет все понятно и бальзам из этой же серии и клад здесь 100 миллилитров всего бальзам очки как маска для лица так вот видите маленький 202 626 артикул так тут у нас еще облепиха ростки пшеницы и ланг и ланг экстракт пшеничного солода улучшает структуру волос облегчает расчесывание проверю меня волосы очень сухие без несмывашек они выглядят недостойно так но сейчас вроде блеск есть корни уже немножко жирненькие в общем сейчас будем мыть волосы и запускаю стирку и все вам расскажу странное ощущение запах классные девчонки кстати написали что шампунь держится несколько дней на волосах если так то действительно круто с первого раза шампунь вообще не промыла мне волосы пенится плохо со второго раза промыл но все равно пена образование очень маленькая очень плохо пенится и волосы после него у меня как мочалка я масла там вообще никаких не почувствовал они у меня и так как мочалка но если просто шампунь эксперт они мягкие и не спутываются здесь все спутались и были жесткие бальзам такое ощущение что здесь вообще кондиционер ноль силиконов просто ноль он распределился более-менее к третьей минуте по волосам и слегка их смягчил и не увлажнил я бы так сказала не знаю как я буду волос расчесывать при сушке но вот от него практически ноль толку вот 3-4 минутки даже и старалась подольше подержать он хоть чуть-чуть волосы сгладил они стали немножко немножко получше после шампуня да немножко распутались но совсем слегка то есть вот эту серию для сухих волос для сухих волос не в крайнем случае не рекомендую для окрашенных не рекомендую для поврежденных для нормальных волос это серия для сухих волос подойдет но будем смотреть что дальше по факту посушусь и все покажу вам как что получилось не смывашки наносить не буду надеюсь удастся посушить волосы не выдрав их ну что по волосам мои хорошие вы знаете первое впечатление изменилось волосы довольно легко расчесались я удивилась они потому что жесткие были на ощупь но я поняла вот эта вот жесткость она очень похожа жесткостью после филлеров для волос то есть по факту они вроде как жесткие потом когда посушишь они выглядят хорошо и здоровыми блеск есть есть объем есть они рассыпчатый без пушистости пока буду дальше пробовать кончики хорошо выглядят посушилась в общем без фен щетки и мне нравится они какие-то вы знаете плотненькие они плотненькие никакого утяжеления вы здесь не дождетесь и конечно немножко вот кончика маловато да маловато хотелось бы их еще увлажнить но тем не менее даже без этого ни одну не смывашку не наносила очень даже неплохо такие вот рассыпчатые плотненькие волосики похоже на эффект после легкого вот ламинирования после филлера для волос такого среднего вот смотрите сами мне понравилось мне понравилось вообще волосики хорошо так лежат очень здорово буду дальше пробовать и запах на волосах действительно есть он не так ярко выражен конечно как из флакона уже такой отголосочек легенький но все равно есть ну классно смотрите мне нравится объем сохранился утяжеления нет и все достойно выглядит по факту поэтому да буду пользоваться посмотрим если впечатление не изменится возможно даже буду повторять покупку не слона балкон белье развешивать на лоджию и пятно осталось в оберликовский порошок бы эту масочку оттирал вот она осталась осталось такой бледный но она осталась по мягкости пока мягкая когда высохнет уже тогда посмотрю насколько она будет мягким а так пока мягкая и аромат кстати обалденный аромат обалденный вообще мне очень понравилось прям пахнет достаточно ярко вот этот свежескошенной травы липовый цвет что-то такое вот прям приятненько и белье пока вот на ощупь мягкая там будем смотреть дальше но вот с таким пятном видите не справился стирала на быстрой стирки которая час у меня при 60 градусов отжим 800 вот поэтому должно было отстираться должно было тем более что она свежая но вот видите осталось яркости ткани как бы у меня белье цветной но как бы все нормально пока все нормально но постиралась и постиралась в общем будем смотреть дальше буду тестировать надо на белых носочках еще попробовать ради интереса но на этом все мои хорошие средства протестия кстати хотела вам еще сказать про тоник я умылась опять пенкой а протерлась тоником и липкость от тоника потом больше ничего не носила после тоника какое-то время липкость после тоника сама по себе проходит через 7-10 минут если она прошла прошла потом я уже нанесла крем в патч входил сыворотку крем нанесла и так далее все как бы нормально то есть можно использовать но есть рано она чувствуется липкость небольшая есть но она именно от тоник осталось но буду смотреть может быть какие-то чудеса произойдутся помолодею лет на 40 вот и по поводу крема для рук слабоват и он чувствуется какое-то время на руках вот кто не любит он вроде быстро впитался быстро впитался нет но он ощущает что есть какой-то продукт на руках а вот а потом впитывается как бы и вот мне маловато у меня все равно кутикула сухая но у меня очень сухая кутикула и руки сами по себе сухие вот поэтому мне маловато так средненький крем за такую цену больше не возьму ну на этом все мои хорошие надеюсь ролик было вам интересен и полезен если так обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ссылка на регистрацию фабертик всегда под видео проходите регистрируйтесь пока еще 1000 рублей действует не упускайте такой шанс 1000 рублей в подарок вот всех люблю целую всем пока пока